в этом ролике в россии до 500 тысяч человек в год становятся жертвами клещей в весенний летний период чем опасен укус клеща как защититься от укуса и что делать если все-таки укусили не лишь не будет послушать и посмотреть еще раз поехали it's time to subscribe cutie период активности клещей начинается в апреле когда воздух и почва прогреваются выше 5 градусов тепла пик бывает в конце мая потом спад следующий подъем в сентябре то есть конец весны и начало лета конец лета и начало осени самое опасное время клещи любят теплую и влажную погоду высокая температура и сухой воздух летним днем угнетают клещей и они прячутся до вечера живут они в траве и кустах где влажно и не поднимаются выше полутора метров от земли забираются на кустарник высокую траву рядом с туристическими тропами или тропами животных и поджидают жертву с вытянутыми вперед передними ножками с крючками прыгать не умеют двигаются они быстро место укуса выбирают долго от часа до двух как защититься по возможности не планируйте походы на природу в пиковые периоды активности клеща используйте репелленты и одежду хорошо защищающую от проникновения клещей под нее перекрывайте все пути доступа клещей к вашему телу брюки всегда должны быть заправлены в гольфы а футболка в брюки на привалах располагайтесь на солнечных и сухих участках местности делайте самоосмотр и взаимный осмотр каждые два часа нахождения в лесу клещи переносят кучу всяких опасных для человека инфекций из них две особо опасны это вирусный энцефалит и бактериальная болезнь лайма по-другому барелиоз эти инфекции смертельно опасны для человека могут наносить серьезный ущерб здоровью инфицированного нужно помнить следующее если клещ энцефалитный то он заразит вас при укусе через свою слюну бактерии барелиоза находится в желудке клеща и не сразу попадают в кровь поэтому не пытайтесь удалять клеща если не умеете это делать вы просто выжмите бактерии из его желудка в свою кровь если вы проживаете в регионе где зафиксированы случаи заражения людей клещевым энцефалитом и вы часто бываете на природе то вам лучше сделать прививку от энцефалита самый лучший для вас вариант действий после укуса обратиться к врачу клещ будет извлечен и отправлен на экспертизу по результатам анализов вам при необходимости будет назначено лечение если вы отчаянный парень или до ближайшего врача слишком далеко то извлекайте клеща сами и лечитесь сами лучше всего иметь специальный прибор для извлечения его можно купить в аптеках старайтесь схватить клеща как можно ближе к хоботу но тело не сжимать чтобы не выдавливать бактерии в рану не сильно потяните если не выходит крутите в любую сторону чтобы усики на хоботе прижались к жалу и вышли из плоти пары оборотов будет достаточно затем вытаскивайте клеща рану обработайте йодом или зеленкой желательно пролечиться ему на глобулином но это возможно если вы или ваш знакомый умеют делать уколы и есть шприц с иголкой а вот для профилактики болезни лайма достаточно пройти курс лечения антибиотиком доксициклин недорогое и эффективное средство препараты надо начать принимать не далее трех суток с момента укуса чем больше времени проходит тем ниже эффективность лекарств желаю всем не болеть